Столбы освещения возле 5-й видновской школы поставили совсем недавно. Дело, безусловно, хорошее. По ночам это довольно оживленное место погружалось во мрак. Но, как выяснилось, проводились работы без должного прилежания. Огромные дыры, провал грунту у основания. Ни к чему хорошему это, конечно, не приведет. Мы сейчас посмотрели то, что освещение около школы, где поставили столбы. Да, естественно, там есть замечания, которые будут выданы, предписания, которые будут устранены. Чтобы у нас было это все безопасно. И спасибо вам, как жителю, чтобы мы были всегда в контакте. Татьяна Алексеевна когда-то работала учителем, сейчас пенсионерка. Но, как говорится, бывших педагогов не бывает. Забота о безопасности детей – это уже в крови. Вот и сейчас, указав представителям Госадмотехнадзора на недочеты установки столбов освещения у школы, они вместе направляются в сторону детской площадки. Вот эти нюансы, которые мелкие, они проскакивают, но на том мы жители, чтобы вы нам помогаете. Мы тоже это иногда не видим. Татьяна Алексеевна не является членом какой-то общественной организации, не получает денег за подобную работу. Она просто неравнодушный человек, который хочет, чтобы жизнь вокруг, а особенно жизнь детей, была чуточку лучше. И, конечно, абсолютно безопасной. Того же придерживаются и районные власти. А вот подрядчики работ частенько подводят. Сделано много, и очень много хорошего, интересного, даже новые какие-то, и аттракционы, площадок, 3-4, по-моему, площадки, я вот знаю. Вот, но хотелось бы, чтобы это поддерживалось той надлежащей форме и состоянии, чтобы было все функционально. Проблемы с формой и состоянием на детской площадке в районе дома номер 28 по улице Советской представители Государственного административного технического контроля регистрируют, не прибегая к приборам. Заснимите. Выявленные недостатки аккуратно конспектируются, фотографируются, и в ту организацию, которая несет ответственность за выполнение работ, будет отправлено предписание. Есть административный кодекс о правонарушениях в сфере чистоты, порядка и благоустройства, где написано, что предписание должно быть исполнено в 30-дневный срок. И если это угрожает жизнью и здоровье людей и детей, то это должно быть сделано в кратчайшие сроки буквально 3 дня. 3-5 дней. Госаднотехнадзор, конечно, не экстренная служба, но исправно приезжает по первому звонку от жителей. Мы, в свою очередь, проследим за тем, чтобы ситуация с объектами, о которых мы рассказали в нашем сюжете, была исправлена. Максим Козлов, Владимир Адрианов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова